Сегодня в Тамбовской области вспоминали земляка, военного лётчика Александра Хорошкова. Он погиб, защищая дорогу жизни, единственную, по которой доставляли продукты, высаждённый Ленинград. О судьбе фронтовика его родные узнали только через 73 года. Добровольцы поисковых отрядов нашли обломки сгоревшего истребителя и поняли, в последнем бою лейтенант Хорошков пошёл на таран вражеского бомбардировщика. О торжественной церемонии на родине героя репортаж Руслана Бекбулатова. Этот день объединил семью Хорошковых. Родственники приехали из Калининграда, Саратовской, Тамбовской и Ленинградской областей. От наклынувших переживаний на глазах слёзы. Больше 70 лет семье не знали, что стало с их дядей, дедом и прадедом. Никак погиб, не где-то земля, которой можно поклониться. В Мичуринске до сих пор сохранился дом, откуда Александр Хорошков уходил на войну. На адрес улицы Советская, дом 32, он присылал письма сюда. В 1942 году приходили его фронтовые друзья, чтобы лично передать привет родителям. Они до последнего верили и ждали возвращения своего сына. Племянница, лётчика-героя, рассказывает, что её дядя не только защищал родной дом и страну. После боёв под Москвой в 41-м, где погиб его брат, имел ещё и личные счёты к захватчикам. Он прислал письмо мамы и папы, не волнуйтесь, я за него отомщу. Вот им с ним, два года летал и сбивал немецкие самолёты. Историю последнего боя Александра Хорошкова удалось выяснить поисковикам российского военно-исторического общества. 30 мая 43-го он атаковал несколько немецких бомбардировщиков, не позволил им сбросить смертоносный груз. Но самого его ранило, и самолёт загорелся. До аэродрома оставалось дотянуть лишь несколько километров, но неожиданно появился ещё один вражеский Хорошков. Раненый Хорошков не смог ответить пулемётным огнём, был почти бессил. Истекая кровью, он принял решение идти на тарана, уничтожить врага ценой собственной жизни. В том бою младший лейтенант Александр Хорошков погиб, но спас сотни жизней в порту Кабон. Порт Кабон – это место, куда из Ленинграда вывозили обессиливших людей. То есть даже разбежаться, они в принципе были бессильны. Если бы Хенкель вывалил всё, что в нём было, а это там несколько тонн взрыва, ну бомб, то были бы огромные жертвы, был бы разрушен порт. В феврале этого года поисковики подняли из болота фрагменты советского самолёта. О том, как шла эта сложная операция в непроходимой местности, мы рассказывали в репортаже Первого канала. Тогда же впервые прозвучало имя Александра Хорошкова. Поисковики пытались найти его родственников. Сразу после эфира они сами вышли на связь. Это тоже подвиг. Только в мирные дни заниматься тем, что они ищут пропавших без вести воинов. И смотря сюжет и увидев, как стоят люди по грудь в ледяной воде в болоте, достают останки самолёта. Причём это не их родственники, а это солдаты, которые воевали за наше счастье, за нашу жизнь. В семье память об Александре передавалась из поколения в поколение. Стать лётчиком Саша мечтал всегда. Ещё школьником ходил пешком каждый день за 10 километров от родного села Изосимова ради занятий в аэроклубе. На Ленинградский фронт попал в первый же месяц со дня его открытия. Будущему герою было всего 22 года. Он делал внеочередные вылеты. Они все были результативны. Об этом писали военные корреспонденты в своих газетах. Памятная доска с именем Александра Хорошкова теперь на фасаде школы, где он учился. От всех односельчан, которые помнят и гордятся. Этих ребят, которые будут учиться в этой школе, они каждый день будут проходить мимо памятной доски. И я надеюсь, что они никогда не предадут. Потому что невозможно предать память того, кто в 24 года отдал свою жизнь в небе Ленинграда. В небо взмывают белые шары под звук метронома. Но кажется, что это бьется сердце Александра Хорошкова. Их 73. Столько лет прошло уже со дня его подвига. Потомкам героя поисковики подарили гильзы с землей с того места, где их дед и прадед погиб. А в школьном музее отныне будут хранить погнутые от удара пулеметы. Из того самого истребителя, который не вернулся из боя. Руслан Бикбулатов, Виктория Филатова, Антон Ефремов и Василий Филаретов. Первый канал. Тамбовская область.